Оливер Уэллс Маленькие ангелы Шестилетний Оливер Уэллс живет в Мэттене с мамой Вики. Иди, достань. Папой Скоттом и двухлетним братом Лукой. Иди, бей его. Работа инженера отнимает у Скотта много времени, так что Вике приходится сидеть с детьми. Когда слышишь, как они описывают Оливера, такое ощущение, что говорят о двух разных мальчиках. Мой обед! Когда делают не по его, начинается истерика. Он кричит, прыгает по мебели. Никакого уважения. Хочу пирог! Не кричи, попроси нормально. Это ты попроси. Нет уж. Он не идеальный, но хороший. Вот так. Мы все делаем вместе. Мы друзья. У Скотта с Оливером отличное отношение. Я тоже так хочу. Хочу иметь хорошее отношение с Оливером. Они классно проводят время вместе, а мне остается только завидовать. Сядь на диван на пять минут. Это долго. Не толкай меня. Он толкает меня локтями. Проходит мимо и толкает меня. В припадке агрессии. Да, Оливер, ты все время толкаешься. Еще он мне угрожает. Берет что-нибудь в руку и угрожает бросить в меня. Я убью тебя ржавым ножом. Мило. Мне кажется, дело в ней. Она должна сама разобраться. У меня же с Оливером нет проблем. Скотт никогда не видел, как Оливер проявляет ко мне агрессию. Пару раз он становился свидетелем мелких вспышек ярости. Оливер не так ведет себя, когда Скотт рядом. С ним все труднее иметь дело. Когда все ложатся спать, я сижу одна и думаю, как прошел день. Иногда мне кажется, что так длиться больше не может. Мне очень тяжело. Очень. Специалист по семейным отношениям Рэйчел Моррис думает, что сможет помочь Вике восстановить отношения с Оливером. Она принесла с собой пленку, на которой записаны события внутри семьи. Я разделила сюжеты на две части. Первая часть роликов посвящена вам, Вике. А потом рассмотрим ваше поведение. Идет? Да. Отлично. Прекрати. Я сказала, хватит. Хватит. Обычное утро дома. И как всегда, Оливер изводит Вике своим ужасным поведением. Надевай ботинки. Оливер, вставай. Прекрати. Хватит. Хватит. Пожалуйста. Веди себя нормально. Прошу тебя. Уйди. Еще минута, и я за себя не отвечаю, Оливер. Уходи. Ты меня достал. С меня хватит. Если прольешь... Уходи, Оливер. Ты меня достал. Клянусь, я за себя не ручаюсь. Иди вниз. Хватит. Уходи. Уходи. Мне наплевать, чего ты хочешь. Уходи. В качестве наказания Оливер заперли в спальне внизу. Оливер, хватит. Может, ты наконец сядешь и успокоишься? Да. Тогда сиди тихо. Ты ударил меня? Сиди. Ты же сказал, что будешь хорошо себя вести. Сиди тихо. Садись, я сказала. Вики, каково вам смотреть на это? Ужасно. Так он ведет себя всегда, если честно. Не волнуйтесь. Вики, вы кричите не потому, что внутри вас сидит ужасная злая ведьма. Все из-за постоянного стресса и душевного напряжения. вдохните глубоко. Вдохните. Он совсем меня не любит. Он изо всех сил старается обидеть меня. Довести? Нет, обидеть, так всегда. Ему это удается. Выходки Оливера вполне соответствуют вашему поведению как родителей. Каждый раз, когда Оливера поступает плохо, вы ведете себя соответственно, как и он. Вики, вы перебарщиваете. Да, вы правы. Готова продолжать? Да. Хорошо, давайте продолжим. Не смешно. Уходи. Ничего не трогай, ясно? Давай, выходи отсюда. Нет. Вики уже полчаса просит Оливера не играть с розеткой. Еще раз дотронешься, получишь по голове. Мне надоело. Только дотронься. Перестань, пока я не разозлилась. Садись. Ну и что? Теперь ты точно получишь. Ты меня достал. Держись, Оливер. С меня хватит. Все ваши действия в этом ролике направлены на то, чтобы вступить в битву с шестилетним ребенком. Надо понаблюдать за его поведением и спросить себя, чего он добивается. Моего внимания. Любое внимание лучше, чем его отсутствие. Он знает, что делать, чтобы добиться вашего внимания. Это точно. Этому он научился. Он будто говорит вам, пожалуйста, не игнорируй меня. Так? Дышите глубоко. В этой части речь пойдет о вас, Скотт, о том, как вы себя ведете, как отец. Готовы? Ладно, поехали. Сейчас вечер, и Оливер пытается делать уроки. Скотт, Оливеру надо делать уроки. Нет, Скотт, ему надо... Смотри, сейчас... Бомба взорвется в телевизоре. Нет, нет, отлично. Скотт, Оливер, пошли. Пошли. Скотт, он пытается делать уроки. Ты написал, Гэ? Ради бога, Скотт. Я вижу, к чему вы клоните. Ну и к чему, к чему я клоню? Что я зря отрываю Оливера от уроков. Но не знаю. Что для него может быть важнее домашней работы? Телевизор. Вы знали, что ему будет интересно так же, как и вам. Он любит смотреть телевизор. Мы с Олей друзья. Друзья? Мне кажется, Оливеру гораздо нужнее хороший отец, чем хороший друг. Лучшие друзья не дисциплинируют друг друга. Я всегда хотел, чтобы мы были с ним близки. Да. Если у него проблемы, или если он хочет что-то мне рассказать, он всегда это сделает, потому что мы друзья. Это же замечательно. Единственная проблема в том, что дружба мешает вам стать хорошим отцом. Давайте посмотрим еще, хорошо? продолжим. Я сейчас убью маму. Убью маму. Убью маму. Ржавым ножом. Вики пытается рассказать Скотту о том, как ведет себя Оливер. Сегодня вечером он хотел убить меня ржавым ножом. Ну да. Он ненавидит меня. Он каждый вечер убивает тебя ржавым ножом. Нет. Он и меня каждый вечер убивает ржавым ножом. Скотт, он вел себя отвратительно. Им все так плохо. Нет, плохо, Скотт. Ну да. Он толкнул меня, ударил. Теперь вы видите, как мало поддерживаете Вики. Да. Теперь я это понял. Когда вы пришли домой с работы и увидели, что Вики на грани, меньшее, что вы могли сделать, это а, заметить это и б, помочь ей выполнить родительские обязанности, чтобы она хоть немного могла передохнуть. Я попробую. Сейчас Вике достается все плохое, а вам хорошее. Да. Это значит, что вы не его отец, вы его друг, хотя все должно быть наоборот. Если вы возьметесь за воспитание Оливера Скотт, то Вики сможет стать более мягкой и заботливой мамой. Попробуйте. Так все станет на свои места, и у Оливера снова появится любящая мама. Прежде всего, Рэйчел хочет заняться отношениями Вики и Оливера. Из-за постоянных ссор времени для веселья почти нет. Лука сейчас у подруги, и задача Вики просто играть и никакого ворчания. У Рэйчел есть радио и видеосвязь, так что она может разговаривать с Вики из другой комнаты. Лучше всего придумать для него интересное задание с веселой целью в конце. Например, устроить чаепитие в палатке. Так Оливер сможет поиграть с Вики, повеселиться, а также немного сблизиться с ней. Оле, вот так. Пожалуйста, вниз, вниз. Нет, нет, вниз. Нет, там наверху провода, давай вниз. Вики сложно перестать приказывать. Главное, чтобы установка палатки не была похожа на работу по дому. Если вам не весело, то развлечений не получится. добавьте в процесс немного юмора. Попробуйте сделать это веселее. Да, круто. Вот мы и в палатке. Какие мы молодцы. Так, намного лучше, Вики, а то раньше было похоже, что вы выжимаете белье. Теперь мы тут надолго. Нас можно назвать палаточные люди. Сразу заметно, что он ведет себя лучше. То, что она улыбается и смеется, сильно влияет на его поведение. Благодаря добродушному настрою Вики, в доме воцарилась атмосфера счастья. Но ненадолго. Как только Вики начинает жарить барбекю, Оливер хватается за подпорку в палатке и настроение меняется. Вместо того, чтобы просить его быть поосторожнее, лучше возьмите и помогите ему. Не бойтесь забрать ее у него. Помогите. Пока Вики не отвечает гневом на гнев, все будет хорошо. Она и дальше будет контролировать ситуацию. Оли, спрыгни с нее. Знаю, тебе хочется поиграть, но мне надо. Это очень строго. Он тянет за нее? Да. Попробуйте пощекотать его. Пожалуйста, отдай. Пожалуйста, Оли. Нет. Нет, нет. Вы молодец, что держите себя в руках или, по крайней мере, делаете вид. Пожалуйста, не щипай меня. Знаю, ты хочешь с ней поиграть, но я забираю ее, потому что она мне нужна. Это не игрушка. Оли, я у тебя ее забираю. Она нужна мне. Все равно заберите у него. Отлично. В качестве протеста Оливер закрывается в палатке. Это один из тех моментов, когда вам тяжело простить его за то, что он вас ударил. И вы злитесь. Да. Сейчас у вас такое же ощущение? Да. Может, даже хуже. Я расстраиваюсь, когда он бьет меня. Мама! Отвечайте, будто он разговаривает с вами, как ангелочек. Да, дорогой. Да, Оливер, прости, что ты хотел. Да, милый? В ваших руках превратить все в шутку. Вы не можете контролировать его, но вы контролируете себя, и этого достаточно. Ты страшная толстая свинья. Знаю. Я тоже тебя люблю. Нет, ты свинья. Отлично, хорошо. Вики не дает Оливеру провоцировать себя, и это приносит свои плоды. Он выходит и просит у нее сосиску. Вике удалось сохранить мир, и они счастливые ужинают вместе. Ну, как вы? Было трудно, но я спокойная. Я не так напряжена, как обычно, но было тяжело. У нас были и хорошие моменты. С Оливером давно такого не было. Было здорово. Сегодня вы себя контролировали и поняли, что в результате вы лучше владеете ситуацией. Да-да, так и есть. Надо было просто сохранять спокойствие. Раньше я сразу на автомате выходила из себя. Теперь вы не станете мериться с ним упрямством. Вам это не нужно. Вы владеете ситуацией. Всю неделю Вики пытается научиться сохранять спокойствие. Ол, иди надень ботинки. Вот, наступишь на стекло, тогда и узнаешь. Ей очень тяжело сохранять хладнокровие. Надень носки и ботинки. Обычно в такие моменты я взрываюсь, начинаю кричать, надеваю уже ботинки. Я пытаюсь избегать таких ситуаций, потому что стоит начать, и это растянется до конца дня. Лучше я буду держать эмоции в себе. Все пройдет спокойно. Давай, Оля. Так спокойнее. Правда? Пойдешь в библиотеку? Ну, пошли. Давай, вперед. Я посмотрела видео и поняла, сколько во мне негатива. Теперь все проще. Оливер сближается с Викки, а это значит, он будет меньше внимания уделять Скотту. Думаю, Скотту сейчас нелегко, потому что раньше Оливер всегда шел к нему. Только с ним у него были хорошие отношения, и вдруг появилась я, и у меня стали наложиться отношения с Оливером. Теперь у них с Оли хорошие отношения, а на меня всем плевать. Он счастлив, но, думаю, ему тяжело, он ревнует. Ему нелегко в этом признаться. ển « contrary». Отношения у Вики и Оливера наладились, и Рэйчел отвезла их со Скоттом в большой магазин мебели, чтобы научить их работать в команде. Скотт должен брать на себя больше ответственности, но он не горит желанием. Скотт, подожди секунду. Лука хочет поиграть. Мы в магазине. Сейчас только Вики помнит о своих родительских обязанностях. Она занимается Оливером, слушает его. Пока Скотт смотрит по сторонам. Он и правда не считает это своим долгом. Пойдем. Скотт, это важно. Я хочу, чтобы вы научились вместе воспитывать детей. Узнали, что такое поддерживать друг друга. Если Вики что-то говорит Оливеру, вы должны с ней соглашаться. Вы же одна команда. Стой здесь. Стой. Оливер воспользовался первой же возможностью. Задача Скотта, как члена команды, вернуть его назад. Вы правильно поступили, что вернули Оливера. Поговорите с ним. Пусть он забудет о своем желании убежать. Покажите ему что-нибудь интересное. Не надо тащить его за собой, Скотт. Это вовсе не значит быть хорошим отцом. Оли, слезь, пожалуйста. Оли, слезай. Скотт, где вы? Вы слушаете Вики? Оли, слезай. Но Скотт не спешит поддерживать Вики. Скотт, поддержите Вики. Мама, слезай. Сюда нельзя. Вики, отойдите. Пусть Скотт этим займется. Сюда нельзя. Спускайся. Я не... Что? Так можно и руку сломать. Молодец. Мама! Оливер не привык, что отец ругается на него и теперь дуется. Объясните Оливеру, что когда мама велит ему что-то делать, надо ее слушаться. Никуда от меня не отходи. Слушай. Когда мама велит тебе что-то делать, надо ее слушать. Когда мама велит тебе что-то делать, надо ее слушать. Нет. Стой здесь. Обнимите его и заинтересуйте чем-нибудь. Оливер, иди-ка сюда. Оливер все еще удивлен внезапной строгостью отца, так что Скотту тяжело снова завоевать его внимание. Куда делась твоя игрушка? Смотри. Вы переживаете, Скотт? Нет. Просто обычно я не вмешиваюсь. Перекладываете груз ответственности на плечи Вики? Нет. Я поставил его одного. Но вы в огромном магазине, нельзя оставлять его одного. Иди сюда. Иди ко мне, я тебя не трону, обещаю. Если будешь себя хорошо вести. Представь, какое тут жало. Ты только посмотри на жало. Скотт решил уболтать Оливера, чтобы снова заполучить его внимание. Большое жало. Этот день намного и открыл ему глаза. Это, наверное, первый раз, когда вы поняли, что Оливер бросает вам вызов как отцу. Ну да. Это был первый раз, когда вы вели себя как отец. Да, это тяжело. Он начал бунтовать. И я, конечно, разозлился. Мне казалось, что он меня подвел. Ну, даже не знаю. Он немного... Мне бывает нелегко. Очень нелегко. Сначала ваш сын отрицательно реагирует на то, что вы из друга превращаетесь в отца. Не хочу быть отцом. Хочу снова стать ребенком. Рэйчел дает Скотту задание целый день присматривать за мальчиками. Такого еще не было. Она хочет, чтобы он узнал, что значит, когда на тебе лежит вся ответственность, когда ты отец, а не приятель. Он всегда придумывает отговорку. Лишь бы не сидеть с детьми. Мог бы чуть-чуть помочь. Да и детям это на пользу, правда? Для Скотта это абсолютно новая территория. Первый раз он становится сиделкой. Крутим, крутим, тянем, тянем. Хлоп-хлоп. К потолку, а потом к полу. Теперь к окну. Затем к двери. Отлично. Я даже не знал эти песни. Но я знал Шалтай-болтай. Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне. Что-то новенькое. Я даже не знал, что так бывает. Удивительно. Дети так счастливы, вы даже не представляете. Идите сюда. Тут кое-что есть. Скотт справляется с Лукой, но вот с Оливером ему тяжело вести себя строго. У меня не получается все время вести себя так, как хочет Рэйчел. Она требует от меня всего и сразу. Надо постепенно, понимаете? Нет, я про домашнюю работу. Ты будешь делать уроки со мной. Мне... Тебе придется учить меня, как их делать. Нет. Да или нет? Быстро. Ладно. Хорошо. Теперь Скотт начинает понимать, сколько он перекладывал на плечи жены. Это вниз. Не могу поверить, сколько я сделал. Обычно мне на все плевать, потому что я устаю. Я всегда оставлял все Вики. Я понял многое. Раньше я не выполнял свои отцовские обязанности. Есть еще слова на А или Е? Вычеркиваем. И выигрывает здесь не только Оливер. Сегодня утром я попросила Оливера чего-то не делать, а Скотт вмешался и сказал, Оливер, тебе сказали этого не делать. Он поддержал меня. Раньше такого не было. Скотт никогда меня не поддерживал. Сегодня он был просто великолепен. Надеюсь, он и дальше будет себя так вести. Оливер! Оли, тебе нарезать? Лука, иди, присядь здесь. Рэйчел привезла семью в природоохранный центр, чтобы увидеть, как они исполняют свои новые роли. Скотт должен быть твердым, а Вике сохранять хладнокровие, так семья сможет повеселиться. Лука, принеси мяч. Папа, уже идет. Принеси мяч сюда, Оливер. Вы старайтесь оставаться семьей. Остановитесь у одного стенда и сконцентрируйтесь на одном экспонате. Смотри, что это? Готовы? Должно получиться. Так, продолжайте. Давайте. Похвала от вас обоих очень важна. Она помогает контролировать его поведение. Теперь очередь Луки. Оливер, помоги ему, принесешь ему мяч. Отдай его, Луки. Помоги ему. И у него все получится. Видите, теперь вы работаете вместе. И он стал концентрироваться на том, что интересует вас. Да, молодец. Здорово. От вас исходит столько позитива. Он так рад, что вы оба одобряете его. А теперь сюда. Отлично. Но Скотту еще надо доказать, что он сможет помочь, когда будет необходимо. Не надо, Лука. Не делай так. Нет, лучше так. Отличная идея, Скотт. Вот вы молодец. Отлично, Вики. У Скотта нет проблем, когда надо отвлечь детей. У него отлично получается быть ребенком. Трудности возникают тогда, когда речь заходит о дисциплине. Это ему сложнее. Вот видите, аккуратно встаете и за мной. Оливер. Пойдем, Оливер. Оливера, пойдем. Оливер. Скотт, надо привлечь Оливера. Но одной заинтересованности мало, и Оля спешит забраться на металлическую раму. Нет, туда нельзя, Оливер. Спускайся. Пожалуйста. Оливер, пожалуйста. Будьте с ним потверже, ведь он нарушает правила, пусть знает, что так вести себя нельзя. Сюда залезать нельзя. Но в то же время ведите себя легко. Вот так. Еще туда нельзя кидать мячи, ясно? По-видимому. А то будут проблемы. Вот так. Строгость Скотта сработала. Оливер без возражений спустился. А пока Вики может отойти в сторону и передохнуть. Рэйчел спешит подвести итоги. В самом начале вы сказали, что хотите повеселиться. Помните, как вы создали свой клуб и не включили в него Вики? Сегодня все не так. Передо мной была семья, вы веселились, поддерживали друг друга, а ваш ребенок вел себя очень хорошо и спокойно. Да, так-то лучше. Да, теперь он просто идеальный ребенок. Скотт, я рада, что теперь вы хороший отец, а не лучший приятель для своего сына. Видите, строгость приносит свои плоды. Да, конечно, вижу. Но потребуется много времени. Много. Вы теперь больше не ворчите по пустякам, и у Скотта появилось больше шансов почувствовать себя отцом. Вы знаете, что надо сохранять спокойствие. Вы согласны? Это да. Прошло полтора месяца, с тех пор, как семья Уэллс познакомилась с Рэйчел. Оливер ведет себя по-другому, он больше не злится. Я уже давно не видела злобного выражения на его лице. Он стал ласковым мальчиком. Согласен. Оливер ведет себя с Викки намного лучше. Больше он ее не щиплет. Я не злюсь на него, а он не злится на меня. Вики больше его не боится. Да, его не боюсь. Молодец, здорово. Он тяжелый? Да. Меня поражает произошедшая в нем перемена. Он помогает мне. Фантастика. Он слушается меня, сидит и делает уроки. Мы тоже люди. Он выглядит счастливее. Он счастлив, мне так кажется. Один шаг, два шага. Сейчас защекочу. Скотт и Вики стараются быть одной командой. И это напрямую отражается на Оле. Когда мы команда, он нас слушает. Можно сказать, автоматически. Вместе нам веселее проводить время. Мам, покатай меня на плечах. Оливер не всегда идет сразу к Скотту. Теперь он подходит и ко мне. Отлично. Да. Теперь он тебя тоже обнимает. Да, теперь мы одна семья. Одна семья. Фильм озвучен компанией Art Media Group по заказу телеканала «Мать и дитя». Автор русского текста Екатерина Чекунова. Режиссер Анатолий Тихонов. Текст читали Ирина Маликова и Александр Котов.